Привет-привет, мои любимые, дорогие зрители. В этом видеоролике, пока я записывал видео о ТЦК, о том беспределе, который они у нас постоянно устраивают, оказывается, у нас поднялась новая проблема. Вернее, уже в одном из моих видеороликов я на эту тему говорил, на тему долларов. Ведь у нас государство доводит людей до того, что люди не доверяют банкам. Я сам лично им не доверяю, считаю, что те деньги, которые находятся в банке, это не твои деньги. Они в любой момент могут их украсть, и ничего, как говорится, ты доказать не сможешь. Доказано моей многолетней судебной практикой как адвокатом. Но это не тема данного видеоролика. И, соответственно, люди хранили себе деньги в долларах США. Сейчас у нас такая ужасная ситуация. Кому-то надо купить продукты, кому-то еще что-то. Человек достает из кубышки доллары и идет их менять в обменники, идет их менять в банки, в том числе и государственные. А его там попросту посылают, либо говорят, что давай там на 10, на 15, на 20, на 30 процентов, я слышал, дисконтик сделаем от той цены, которая в обменнике. То есть, попросту говоря, пользуются своим монопольным положением на рынке и в очередной раз обманывают граждан Украины. И, соответственно, вот тот вот мой видеоролик старый, который я записывал в нем, я говорил о том, что есть такая возможность. И многие люди тоже об этом говорили, есть эти пополняшки, приватбанк, где ты идешь, закидываешь туда денежки эти, их принимают, они тебе на карточку заходят валютную. В дальнейшем ты их себе идешь уже в кассе, снимаешь более-менее нормальные, либо там как-то обмениваешь. Но события развиваются достаточно стремительно. И эту новость я, честно сказать, пропустил. Приватбанк приплыли приматы доллара и евро в терминалах. То есть, как говорится, отрезали на корню. И мне переслали видеоролик девочки, которая в ТикТоке тоже столкнулась с таким вопросом. Друзья, вчера на своей старинке я опубликовала відео про то, что в Украине обминники и банки відмовляються приймати старые доллары. Увага, відео набрало півмільйона переглядов. И это означает, что тема очень актуальна. Тому вы решили сегодня лично сходить в банки и провести невеликий эксперимент. Не, чекайте, а что тут, где печатка? Ну, вы же видите, червона печатка. Ну, и что? А есть какая-то постанова, есть какой-то закон, что можно менять с сяточками и с печаткой. Покажите мне, будь ласка. Покажите, так. Покажите мне, будь ласка, где такие параметры, что с сяточкой вы не берете доллары. Покажите. Покажите. Плями. Якого размера? Плями. Відбитки штампів печаток. Написи. Это что, постанова? Это вы написали и раздрукували? Это не я написала. Вы можете зайти на сайт. Я заходила вчора, я підготувалася. Вы не хотите брати у меня валюту, я фіксую право порушения. Выкликайте поліцию. Выкликайте поліцию. Ничего не порушу. Порушуете. Я вам дала ознаки зношения в банк. Тут есть 2 см или нет 2 см? Как вы дизнались? Плями. Загальна кількість, яких не перевищу 3 штук, діаметр до 5 мм. Тут есть? Тут одна пляма. Вы что, не читали эту постанову? Это что, не деньги, совсем же одарели? Війна в стране. Люди выезжают с одной сумкой и с валютой еще не хотят приймать в банках валюту? Тут я полностью с девочкой согласен. Действительно, война в стране. Что вы, сволочи, делаете? У людей есть деньги. Может, это последние деньги. Ему, извините, человеку жрать не за что купить. Они берут, говорят, а то пляма, а то цяточка. Почему-то за границей эти деньги можно за них что-то купить, можно обменивать. Я молчу про Соединенные Штаты, потому что там деньги вообще в отвратительном у них полностью состоянии находятся. У меня знакомые были это, рассказывали. И, соответственно, вот такое наглое, просто скотское отношение к гражданам Украины. И тут меня покликал и инший касир, який вчора бачил моё відео про то, что обменинники и банки вдомовляються приймати старые доллары. И вот эти. На этой касе вопросов вообще нет, и печатки, до речи, никого не бентежить. Гроши я отримала. А почему не давали спочатку? Потому что не выгодно. Потому что такие внутренние правила. Вот так. Треба было сделать скандал, чтобы у меня сейчас просто тяпало. И тогда мне поменяли деньги. Сначала не хотели. Сотипи банком все ясно, пойду еще приват проверю. Добрый день. 400 долларов, поменяйте, пожалуйста. Приват банку с легкостью за 5 минут обменивали купюры 1996 года. И, зверните увагу, друзья, на одной банкноте посередине была невелика дырочка. Отож, висновок, если банк не принимает валюту или незаконно вымагает комиссию за сношенную купюру, нужно не мовчать. Какой я могу сделать из этого вывода? Не надо там не молчать. Надо просто быть известным человеком. Вот я бы там тоже пошел, начал бы размахивать телефоном. Эта девочка пошла, она там какое-то видео до этого записывала эту тему. То есть тогда еще там как-то на тебя более-менее смотрят под таким углом, что ты немножко человек. А так, конечно, посылают попросту куда подальше. И говорят, иди отсюда, как говорится, дорогой друг, и не приходи. Давайте, наверное, на сайте Национального банка есть эти критерии. Я быстренько их вам зачитаю, озвучу, чтобы вы понимали, какие они. Разъяснение, что это обмена готевковой иноземной валюты. И что тут они пишут? Банкноты иноземных держав, что набули під час обігу ознак зношения, что не відповідают вимогам положения. Тобто, их уровень пошкоджения есть суттєвым за то, что можно было бы отнести до незначного пошкоджения. Что это такое? Разъянные на частини, из пошкоджения элементов дизайна и защиты, из изменения первого цвета, або изображения, из локальными забруднениями, плямами, из загальными забруднениями причиняют люминесцентные паперы в ультрафиолетовых променях. Обпалені, пропалені, тухлі мают явные друкарские недолики. Також, что тут допускается? Локальные потертости допускаются. Взбитки штампов и в початках, то, что мы видели на видеоролике. Плями загальної кількости, которые не превышают трех штук диаметром до 5 мм каждый. Надрывы или надрезы, которые не превышают трех штук довжиной до 3 мм каждый. То есть, друзья, вы поняли, вот такие вот критерии на официальном сайте Национального банка Украины я уже это постановление, честно сказать, в отдельном видеоролике полностью разбирал. И там просто повторяется эта информация из моего прошлого видео. Также данную ситуацию прокомментировал официальный представитель Национального банка Украины. Так что, вы видите, он говорит, что особо никакой ситуации такой проблемной в этом не должно быть. Что я хочу заметить в связи с этим? Друзья, надо понимать одну вещь. Есть вот эти вот новые доллары, а есть вот эти вот более, скажем так, старые доллары. Надо понимать, что тут вопрос не в тех, что вот эти подходят, а эти не подходят. Нет, основной вопрос идет в изношенности. То есть, и эти, и эти, они в любом случае подходят, и их должны менять. Их, в принципе, меняют. Тут больше вопрос идет в том, что в банках цепляются, соответственно, к внешнему виду долларов. И реально, я сам с этим, честно сказать, сталкивался. Очень они сильно к этому цепляются. Ну, что говорится, наварить себе денег. Кто там знает, что там делает, так, а Серша гоп-гоп себе по курсу по такому, по такому обменяла. Разницу себя она в карман положила. И это идет, на самом деле, такой сговор на глобальном уровне, честно хочу сказать. И я хочу сказать, какой есть все-таки из этого простой вывод. Я здесь не буду говорить о каких-то там скандалах, вызовах полиции, там, сниманиях на телефон, то, что было с девушкой в видео. Это, конечно, тоже вариант. Но есть вариант, я смотрел его. Есть такой ProCreditBank. У них тоже есть эти соответствующие автоматы, сливаю информацию. Туда тоже пока еще этот не перекрыли. Можете попробовать у себя в городе его найти. И таким же образом денежные средства туда засунуть. И опять по той же схеме с карточками сработать. Я это смотрел, информацию проверял. Действительно, оно так и есть. Также книжка «Седьмой километр». Это, если я говорю про Одессу, тоже там можно что-то попробовать поменять. Там более к этому попроще люди относятся. Главное, чтобы деньги были неподдельные и настоящие. А от себя лично хочу заметить, что ситуация, это, мягко говоря, трындецовая, будем так говорить. Полный трындец и пипец. Чтобы не ругаться и не выражаться на мою аудиторию. Просто понимаете, у человека есть деньги. А это деньги. Он хочет поменять. В чем проблема? Почему это нельзя сделать? Почему какие-то обменники вместе с какими-то банками, мошенниками выставляют такие требования? Это еще на минутку подумайте, что у нас есть так называемый какой-то черный рынок, где ты все равно как-то можешь что-то там попробовать обменять. А представляете, если будет правовое государство четкое у нас, оно будет не в хорошем смысле, я уверен, для людей. То есть, этих всех вымуют, уберут с рынка. Останутся только лишь вот эти вот банки, вот эти менялы официальные в обменниках. И все, менял. То есть, этих неофициальных всяких там, этих не будет. И, соответственно, люди тут уже, как говорится, приплыли. Они будут там цепляться, поверьте, вот это только начало. И второе, у меня есть один очень главный большой вопрос. Вот эти вот мужновладцы из национального банка с гигантскими зарплатами. Зачем они вообще нужны? Зачем они вообще получают заработные платы? Зачем вообще нужен этот национальный банк? Я это не понимаю абсолютно. То есть, я по факту вижу, что есть сговор, есть и обменники, есть банки. Они вообще-то между собой сговорились, наверное, и не меняют людям деньги. Посылают их куда подальше. Где национальный банк Украины в это время находится, как регулятор, который выдает им, хочу заметить, лицензию? Где он? Где он? Где он? Под столом? Нету его. Потому что никто за людей у нас в нашем государстве не ступается. Все делают только, чтобы человека ободрать, унизить, дать ему пинка и сказать, иди отсюда. Ты не имеешь права. А эти свои деньги засунься, говорится, куда подальше. Я как человек, который уже не первый год в своей жизни, может, менял эти доллары, я помню, что было раньше. Раньше такой проблемы не было. Все эти доллары, ну, понятно, что там, которые действительно испорченные, какие-то залитые, порванные, разорванные, их не брали. Я тут, честно хочу сказать, я даже согласен. Ну, которые просто с какими-то смятостями, с какими-то там отметками, с какими-то точками, с рисунками, чего их не брать? Что там с ними такого ужасного случилось? Тем более, само же это положение Национального банка, оно это, как говорится, дозволяет, разрешает делать, и это они должны делать. То есть, еще раз вернуться к тому, что у нас, в нашем государстве, у нас только умеют хорошо лапшу на уши вешать и рассказывать о том, что мы должны. А что они должны? А они ничего не должны. Они должны создать вот эту схему, и Национальный банк должен вот так закрыть глаза, и ничего не вижу, не слышу, и ничего не скажу. Идите, как говорится, погуляйте куда подальше с вашими проблемами. Я считаю абсолютно неправильное вот это латентное поведение Национального банка Украины, поведение, то есть, нашего государства. И оно просто, говорится, забило болт, ушло от своих функций, и тогда, может, надо не вот это там рассказывать, что оно там видповедает, а скажите, у нас все, закончилось правовое государство, и попытки его строить. Вот так вот они там себе решили, а мы тут что можем делать? Мы ничего не можем делать с ними в теме и в сговоре. Поэтому ситуация действительно хреновая, но выход, как мы видим, из нее есть. Желаю на этом, друзья, всем всего самого наилучшего, и, конечно же, до скорых встреч.